В России тем временем предлагают запретить оборот некоторых товаров из других стран, членов Евразийского экономического союза, произведенных странами Всемирной торговой организации. То есть, например, товаров из Китая, которые были завезены на территорию Казахстана и могут быть отправлены в Россию. Соответствующий законопроект обсуждают в российском Минфине. Эту информацию в ведомстве нам подтвердили по телефону, но от комментариев отказались. Речь, подчеркну, пока ведется только о проекте закона. Информации о поступлении его на рассмотрение российского парламента пока отсутствует. В Отечественном министерстве национальной экономики инициативу тоже пока никак не комментируют. Поводом для инициативы российского Минфина, между тем, стала разница тарифов. Дело в том, что после вступления в ВТО средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10% в ЕС. В текущем году сниженные импортные пошлины в Казахстане действуют в отношении 1914 товаров. То есть, попадая на нашу территорию из стран ВТО, эти товары облагаются меньшей пошлиной, при этом в рамках союза пошлина должна быть выше. Понятно, что России это невыгодно. Хотя эта разница, в общем-то, объясняется просто. Договоренности с ВТО Казахстаном были достигнуты в 2009 году до формирования таможенного союза и ЕС. Более низкие ставки республика будет применять временно. Через несколько лет должны начаться совместные переговоры с партнерами по евразийскому экономическому пространству, по гармонизации тарифных обязательств. Сейчас в Казахстан по сниженным ставкам завозятся, к примеру, рыба и молочные продукты, некоторые лекарства, сельхозтовары, оборудование и транспорт. Редактор субтитров А.Семкин